Здесь оказывают помощь гражданам, вышедшим из мест заключения. Да и название у организации, расположенная в Засвияжском районе, соответствующая Центр Свобода. Существует он уже не первый год, однако в нынешнем году эта организация выиграла грант, благодаря которому удалось оборудовать комнату психолога, а также кабинет, где идет обучение работе на компьютере. Возможно, у кого-то трудовая деятельность будет связана с этим. Система исполнения наказаний уже оценила работу Центра. Мы уже давно с этим Центром работаем, но дело нужное. Все нужно развивать, чтобы более было развитое. А вообще на государственном уровне, конечно, принять такой закон, где по рецентрализации те же исправительные центры, которые после освобождения не могли, и там какое-то время поадаптировались и уже к жизни на свободе. Основной вопрос, к которым обращаются бывшие заключенные – жилищные. Часто за время нахождения за решеткой человек лишается жилья, ему попросту некуда возвращаться. Кроме того, за годы, проведенные в тюрьме, в стране может измениться, например, система оформления тех или иных документов, а потому необходима юридическая помощь. Главное же найти подход к человеку и сделать так, чтобы не было желания вернуться на скользкую дорожку. Как же люди подрабатывают? Все. У нас жили здесь более 10 человек. Ну, они менялись там со временем. Пока первое время выходят, негде жить. Мы их, в общем, привечаем здесь. И потом, со временем, как они адаптируются, находят работу, там, какие-то деньги на проживание, на съемное жилье, они все от нас уходят. Ну, и всегда приходят со словами благодарности. Иногда совет может роль, вернее, в жизни человека сыграть очень огромную. Ну, простой, казалось бы. Вот и все, вот так пытаемся помогать. Не ставя при своей глобальнейшей задачей исправить весь контингент наш, а просто помочь отдельно взятым людям. Просто помочь в чем-то. Центр расположен в Засвияжде на улице Камышинской, 15-Б. По словам сотрудников, через него уже прошло более 200 человек. При этом помощь готова оказывать столько, сколько необходимо тому или иному человеку. Главное условие, чтобы сам бывший заключенный был готов встать на путь исправления.